Здравствуйте народ! Что бы хотелось сегодня сказать? Пару слов о прополисе. Вот имеется у меня прополис, прополис сырец, он называется так, потому что он еще не прошел никакой обработки, то есть это сырье. Но многие пчеловоды очищают его. Есть разные способы очищения прополиса. Один способ основан на нагреве прополиса, ну вот этой массы, и там за счет разной температуры плавления воск и прополис как-то отделяется. Я сам не пробовал этот метод, просто смотрел видео на ютубе и там какие-то статьи читал. Есть второй способ без нагрева, там с помощью холодной воды тоже что-то всплывает, что-то оседает и там таким образом разделяют. Но что я хочу сказать, и тот и другой способ, он предназначен для того, чтобы продавать прополис. То есть делают потом после вот такой промывки, обработки, такие ровные такие шарики, такие катышки, которые напоминают мне лично, напоминают экскременты косули или лося. Сейчас вот даже дам картинку из интернета и посмотрите, и увидите, что на что похоже. И обычно, я так считаю, те предметы, которые напоминают нам что-либо, они по сути таковыми и являются. То есть если это Г, ну значит и вот этот продукт тоже станет таким же Г. Почему? Сейчас постараюсь это объяснить. Да дело в том, что при любой обработке вот этой массы, вот этого прополиса сырца, полезные вещества, которые есть в нем, они уже частично улетучиваются, испаряются, вымываются. То есть прополис уже становится менее полезным. А для чего нам нужен этот прополис? Не просто же, чтобы на него посмотреть или там, не знаю, что там, обувь натирать или какие-то еще там мази или что-то еще делать. Это прежде всего полезный лекарственный продукт. Как известно, прополис это пчелиный антибиотик. И пчелы его применяют как раз таки в тех случаях, когда нужно какую-то инфекцию, ну не важно какую, микробную, вирусную, уничтожить. И обычно все пчеловоды знают, что очень густо прополисуют пчелы там, где мы, пчеловоды, беремся руками. То есть даже вот в перчатках берешься, ну или голыми руками, не важно, за рамочку, за пчеловодную рамку, вот эту деревянную, за края рамки берут. И обычно в этих же самых местах пчелы прямо густо-густо наносят такой слой прополиса. Это о чем говорит? Значит, они таким образом убивают, уничтожают ту микробную или вирусную инфекцию. И следовательно, вот это вот, это вещество является лекарством, является антибиотиком. Не нужно ходить в аптеку, покупать лекарства, вот все здесь. Так давайте же посмотрим, стоит ли очищать вот этот прополис, так ли уж много в нем различных примесей. Для чего его очищают? Чтобы убрать какие-то примеси, воск, какую-то стружку, что-то еще, ну то есть то, что попадает при заготовке прополиса, вот так вот. Значит, вот белый лист бумаги, высыпаем и будем рассматривать. Это не весь прополис, который я заготовил, где-то около 150, около 170 рамок я освободил от сот, от воска, воск переплавил, получилось около 10 килограмм. Ну и вот где-то вот такая вот, почти полная банка прополиса, прополиса сырца. И я ничего не буду с ним делать, вот оставлю в таком неизменном виде. Так, ну, видим здесь совсем незначительное количество деревянной стружки, ну потому что прополис счищаешь обычно стамеской металлической с деревянной рамки. И, конечно, какие-то волоски и стружки могут здесь и быть, возможно, и какие-то части воска, но это вовсе не является каким-то вредным началом здесь. Ну, что такого плохого, если при употреблении прополиса какие-то мелкие волоски дерева попадут вам? Ничего в этом страшного и плохого нету, а уж воск тоже тем более. То есть, нет смысла, никакого вообще нет смысла чистить прополис, очищать его прямо вот как вот он есть. Это самый наиполезнейший пчелиный продукт и лечебный. Что я с ним делаю? Если, допустим, у меня болит зуб или заболело горло, какие-то начальные симптомы простуды, я не даю развиться дальше заболеванию, прямо начинаю жевать прополис. Ну, беру вот небольшое количество, просто его начинаю жевать, как обычную жвачку, жую-жую до тех пор, пока он совсем не превратится в кашу. Это обычно несколько часов, а то и может быть весь день. И таким образом у меня проходят все заболевания. Зуб перестает болеть, симптомы простуды уходят на следующий день, и все становится хорошо. Так что пчеловоды и те, кто пользуются продуктами пчеловодства, смотрите, что получилось. Какой рисунок, прям-таки. Ну-ка, давайте закончим. Вот видите, как неожиданно. Какой неожиданно интересный рисунок получается, да? Сердечко. Так, что я хочу сказать. Пчеловоды и те люди, которые потребляют продукты пчеловодства, смотрите, какой прополис вы приобретаете. Я ничего продавать не собираюсь. Это для себя я заготавливаю, ну и может кому-то там, если нужно, для друзей, для знакомых, по запросу я просто в подарок отдаю. В первую очередь для себя я этот прополис заготовил. Я считаю все-таки, что вот такой прополис-сырец наиболее полезный, потому что все лекарственные вещества, все активное лекарственное начало тут сохраняется. В отличие от того прополиса или псевдопрополиса, прополиса-заменителя, который уже подвергся какой-то обработке, неважно, в водяной обработке, теплом обработка. И еще добавлю, тот способ очистки с помощью воды, ну как бы, конечно, люди, которые им занимаются, утверждают, что, ну что такого, что вода холодная, она же не растворяет прополис. Прополис, он же нерастворимый. Вы глубоко заблуждаетесь. Да, он нерастворимый в воде, но вообще вода растворяет хоть что. Все что угодно. И камни растворяются в воде, и железо растворяется в воде. То же самое происходит и с прополисом. Допустим, он не растворяется в воде, но какая-то часть все равно уходит в воду. Образуется так называемая эмульсия, суспензия. Вот допустим, сейчас при переплавке воска, я очень хорошо вижу эту эмульсию, которая находится в воске. Так же и с этим веществом может произойти. Все равно часть растворится. Какие-то эфирные масла, кислоты. Что-то неизбежно потеряется. Ну на этом все. Всего доброго. По прополису вот такая информация.